Всем привет! В Windows 10 предустановлен целый ряд различных приложений. Многие из этих приложений в итоге никогда и не используются. При этом, в некоторых ситуациях они могут быть реально полезны и, например, дают возможность сэкономить время на установку сторонних программ. Особенно, если их функционал потребовался, скажем, на 2-3 применения. Именно поэтому в этом видео мы рассмотрим топ-5 предустановленных приложений в Windows 10 и варианты их применения. Итак, первое. Распознавание речи. Откроем какую-нибудь программу, в которой можно набирать текст. Например, Word. И запустим распознавание речи с помощью комбинации клавиш Windows Edge. Если у вас в настройках Windows распознавание речи отключено, то выведется вот такое сообщение. Щелкаем по нему и в открывшемся окне активируем данную настройку. Окей. Возвращаемся в Word и проверим, как данная функция работает. Только что я включил русскую раскладку клавиатуры и пробуем. Зажимаю Windows и нажимаю Edge. И, к сожалению, видим, если у нас в качестве ввода выбрана русская раскладка клавиатуры, то ничего не работает, так как диктовка текста на русском языке еще недоступна. На самом деле, эта функция работает лишь для немногих языков. Вот они. И русского языка, как и многих других, среди них мы пока не видим. Ну что ж, раз уж мы до сюда дошли, то давайте приведем небольшой пример. Переключаю раскладку клавиатуры на английскую и пробуем опять. Windows Edge. Также проведем небольшой тест диктовки на немецком. Перейду на следующую строку. Переключаю раскладку на немецкий язык, так как он у меня уже добавлен. Один раз нажимаю Windows Edge, чтобы убрать старое окно. Еще раз использую Windows Edge и пробуем. Вот такой интересный инструмент. И не переживайте. Естественно, я не мог просто показать вот такую, извините меня за выражение, полудохлую функцию и пойти дальше. Сейчас я покажу, где мы можем найти эту функцию диктовки без установки сторонних программ и доступную для намного большего количества языков. Как вы думаете, где мы это решение можем найти? Конечно, у важного конкурента Microsoft в этом плане, у Google. Заходим в Google Drive и создаем новый текстовый документ. В нем теперь щелкаем по вкладке «Инструменты» и здесь выбираем «Голосовой ввод». При первом применении этого инструмента нужно разрешить использовать в браузере микрофон. И все. Нажимаю на кнопку записи голосового ввода. И что мы видим? Теперь все, что я говорю, Google ну просто отлично и очень быстро вписывает в наш новый документ. Конечно, вполне возможно, что-то здесь потребуется в дальнейшем поправить. Например, пунктуацию. Но инструмент просто очень классный и я обязательно советую взять его на вооружение для повседневной работы. Что ж, переходим к следующему инструменту. Xbox Game Bar. Это приложение можно найти, нажав на кнопку поиска, вот здесь, или же его опять-таки можно вызвать с помощью комбинации клавиш Windows G. Я использую комбинацию клавиш и открывается вот такое окошко. В целом, что касается качества этой программы, то оно, по моему мнению, ну на очень низком уровне. Тем не менее, один потенциально полезный пункт здесь есть. Это запись экрана. Но и она, к сожалению, имеет множество ограничений. Об этом мы прямо сейчас поговорим. Разберем. Нажимаю на вот эту кнопку и открывается следующее окошко. Вот эта кнопка отвечает за запись экрана. И ограничение, которого я абсолютно не могу понять, заключается в том, что весь экран самого Windows, как вот у нас сейчас, и окна проводника записывать нельзя. Работает запись экрана лишь с отдельными программами. Именно поэтому сейчас вот эта кнопка неактивна. Так что давайте я открою сейчас в качестве примера Excel. Опять использую комбинацию Windows G. И вот теперь текущую активную программу, то есть Excel, можно записать. Если вы при этом в видео также хотите записывать голос, то нужно убедиться, что вот эта кнопка микрофона активирована. Итак, запускаю запись. И приступим к тесту. Вот что-нибудь в этом файле сделаем. При этом я еще и записываю голос. Ну и остановим запись. Снова открываем тот самый Game Bar. И теперь в разделе «Показать все записи» мы видим то, что тогда записывали. При этом здесь просто куча минусов. Первый мы уже обсудили. Записывать можно лишь окна программ. А второй наглядный минус – это звук. И приступим к тесту. Вот что-нибудь в этом файле сделаем. Качество записи звука, как слышим, очень посредственное. При этом я еще и записываю голос. Ну и остановим запись. Ну и, пожалуй, просто огромный очередной минус, который заключается в том, что подобная запись не захватывает вспомогательные окна. То есть вот в этот раз, например, открою Word. Запущу запись экрана. Напишу вот такой тестовый текст. И скажем, теперь я хочу слово «тестовый» перечеркнуть, но именно двойной чертой и никакой другой. В быстрой панели Word этого сделать нельзя. Так что открываю вспомогательное окно. И здесь выбираем двойное зачеркивание. Нажимаю на «Ок» и все отлично сработало. Вот только если мы теперь остановим запись экрана и посмотрим, что у нас там было записано, то увидим то, что то самое вспомогательное окно не было записано. Нажимаю вот такой тестовый текст. И скажем, теперь я хочу слово «тестовый» перечеркнуть, но именно двойной чертой и никакой другой. Быстрой панели Word этого сделать нельзя. Так что открываю вспомогательное окно. И здесь выбираем двойное зачеркивание. Нажимаю на «Ок» и все. Вот такой, скажем так, очередной неприятный сюрприз. Тем не менее, я всё же решил показать этот инструмент, так как, предположим, у вас может быть какой-нибудь компьютер, на котором вы не можете устанавливать специальные программы, и вам, ну вот, очень понадобилось сделать какую-то простенькую запись, например, для коллеги. В этом случае и обрубок под названием Xbox Game Bar сгодится. Опять-таки, после всего рассказанного не могу вас оставить без рекомендации хорошей программы для записи экрана. Я советую в этом плане программу OBS. Это абсолютно бесплатная программа с открытым исходным кодом, которую каждый может свободно скачать на официальном сайте. У OBS просто широченный функционал, программа постоянно развивается дальше, и лично я сам даже и не рассматриваю каких-либо альтернатив для неё. Итак, теперь рассмотрим предустановленное приложение с таким достаточно длинным названием «Набросок на фрагменте экрана». Это последователь наверняка всем хорошо знакомых ножниц, по-английски «snipping tool», с помощью которого можно делать скриншоты определенных областей экрана для их последующей вставки, например, в Outlook или вообще куда угодно. Опять-таки, можно искать этот инструмент в поиске, или же использовать комбинацию клавиш Windows Shift S. Вот у нас компьютер сразу показывает так, то что сейчас мы будем делать скриншот, так что можно, например, выбрать вот эту область, и скриншот был скопирован в буфер обмена. Поэтому если я теперь в нашем файле Word использую комбинацию клавиш Ctrl V, то у нас тот самый скриншот и вставляется. При этом преимущество этого приложения перед ножницами заключается, например, в том, что можно создавать скриншоты, в которых определенная область не снята. В качестве примера предположим, что мы не хотим показывать в скриншоте, какой шрифт используется. Так что вызываю опять это окно, Windows Shift S, выбираю вот такой вариант скриншота, и теперь выбираю область, выделив лишь то, что нам нужно. Вставляем опять в открытый документ Word, Ctrl V, и вот результат. Что ж, вот такой инструмент, может кому-нибудь и пригодится. Окей, следующий инструмент – предустановленный видеоредактор. Опять-таки, если, скажем, нужно быстро, не устанавливая сторонних программ, например, обрезать определенное видео, или склеить несколько разных видео, то можно воспользоваться этим инструментом. Вот он. Открываю. Создадим в нем новый проект. В качестве исходных материалов используем те многострадальные результаты трудов Xbox Game Bar. Открываю этот самый Game Bar, захожу в «Показать все записи» и открою в папке, нажав вот сюда. Закидываю оба эти видео в библиотеку видеоредактора, и теперь мы их можем, например, вот так склеить. Доступные инструменты перечислены вот здесь, и я в качестве примера обрежу сейчас первое видео вот таким образом. Окей, экспортируем, и вот результат. Из минусов, опять-таки, максимальное качество экспорта здесь далеко не самое высокое, во-первых. Ну и во-вторых, переходы здесь возможны лишь вот такие жесткие, как мы это сделали. То есть плавных переходов здесь не добиться. Ну и опять-таки, помним, что эта программа, так сказать, на экстренный случай. Вот нужно сейчас срочно обрезать это видео, и других вариантов нет, кроме как использовать данный видеоредактор. Окей. Ну и последний инструмент – калькулятор. И да, я знаю, что всем калькулятор, естественно, известен. Однако у него есть одна функция, которая уже намного менее знаменита, а именно перевод разных единиц измерения. Нажимаем на вот эту кнопку, и для начала выберем, например, валюты. И что мы видим? Можно быстро производить перевод с определенной исходной валюты на целевую, и здесь список валют достаточно большой. Это реально удобно, так как не нужно лишний раз открывать браузер и искать перевод валют. Кроме того, здесь есть ряд функций для перевода и других единиц измерения. Вот, например, вес, и давайте быстро узнаем, например, сколько килограммов составляют 50 фунтов. Окей. Вот такое видео на сегодня. Надеюсь, оно было для вас полезным и поможет в будущем быстрее решать поставленные перед вами задачи. Если это видео вам понравилось, то ставьте лайк, так вы можете легко поддержать развитие канала, и мы увидимся в следующем видео. Пока.